А как Вы считаете, насколько эти планы реальны, среди всем, что сейчас меняется в принципе власть и дума будет приняться президенту тоже? Как Вы считаете, насколько удастся Вам это все осуществить, или могут какие-то изменения в нашей политической структуре проверять? В России сейчас будут политические перемены, которые в принципе могут каким-то образом... Какие перемены идут? Может, я что-то не слышал. Сейчас они сходят в выборах думы, и в связи с этим меняется состав думы, и мне кажется, что... Да сколько? Повлияет на Ваш бизнес или нет? Ну... Каким образом? Вот это я и хотел спросить, Вы считаете... Вы пойдете на выборы? Да. А Вы? Я? А личное дело. Я не думаю, что что-нибудь может измениться. Есть корректировки определенных законодательств. И в последнее время корректировки торгового законодательства, они как раз вот в сторону... Ну, они противнаправленно имеют действие, но, скажем так, таможенная законодательство наоборот либерализируется, торговое законодательство наоборот, там больше регулировок становится. Но, в принципе, все изменения касаются социально значимых продуктов и социально значимых сфер торговли, как бензин и продукты. То есть... Кстати, потом будет рекус. То есть, причину, вот так недавно, причину нашли в того, что повысились цены на еду, причину нашли там в каких-то посредниках, сговорах и прочих, о незарегулированности, неизбыточном налогообложении и так далее. Но надо сказать, что вот новые министры экономического развития, Вера Набиулина, сейчас как раз снизила пошлины, там, на зерно, на молоко и прочее. То есть, вот такие вот, ну, нормальные вещи происходят. Я не думаю, что как-то изменится ситуация. Ну, смотрите, совсем недавно еще, до июля этого года, чтобы ввести компьютер в Россию, ноутбук, нужно было заплатить 18% НДС и 20% таможенной божьей. Итого, сколько получается, господа фенатисты? Сколько? Неправильный ответ, это сложный процент. 42%. Ну да, там одно плюс сначала 18% прибавляется, а потом 20%. Окей, бывает. Ну да, 40%, короче. А сейчас, с 1 июля, это всего лишь НДС и все. До 1 октября 10% было таможенной божьей на цифровое фото. Так, сейчас норм. Я думаю, что летом, лету еще будет, все-таки мы надеемся, что на мобильные телефоны и на MP3-плееры. Но вот мы не произведем MP3-плееры. Зачем 10% таможенной пошли на MP3-плееры? Получается 18 плюс 10, соответственно, 30. Ну, непонятно. Будет только 18 НДС и будет выгодно всем по белому прямому контракту привозить и продавать. Скажите, пожалуйста, в чем заключается секрет, ваш секрет умения продавать товар? Даже, например, когда вы стояли на лодниках, в книге написано, что вы умудлялись продавать бунки, которые у вас были хуже качеством, чем у ваших соседей ищили дорожки. Они не были хуже качеством, чем у моих соседей, потому что они все были сделаны на одной турецкой фабрике с шипом. Просто мои были поглажены и с них были обрезаны ниточки. Потом мне было не лень общаться с людьми и давать их мерить. Я не считал, что их нельзя трогать руками. Пусть трогают, нет проблем. Ну и так далее. То есть, ну, всякие глупости мы не делали. И если у тебя один вид товара, а у тебя целый метр витрины, ну, я развесил весь этот один вид товара, у них была мешок и сверху одна колька. Неглаженность, не обрезанная ниточка. Евгений, вот ваша книга заканчивается на том, что, в общем, написано, что разгорается война между Евросией и Дюйноки. Какое развитие получилась сейчас ваша война? Книга не моя, написана практически, ну, не то чтобы насильно, а мне было поставлено стоили, мы тебе пишем книжку, и ты, ну, вот, ты можешь не давать никаких комментариев, но мы напишем то, что считаем нужным, а если ты даешь комментарий, мы тебе дадим вправить, и сделаем финальную правку, и все согласуем. К моменту, когда она была практически готова, я сделал финальную правку, издательство было продано коммерсантам, и ее последним мне сделать не дали, поэтому там несколько десятков неточностей, ляпов, казусов. Вот, и несогласованность со мной названия. Вот, поэтому она не моя, и, честно говоря, в таком виде, ну, в общем, песиповая работа, я вижу. А, вопрос еще раз, Натальич. А, Нокер. Хвост выляет собакой. Смотрели фильмы? Кто смотрел, поднимите руки. Ой, посмотрите, пожалуйста. Замечательный швост стреляет собакой. Плодовство. Плодовство русский правильный, вот, официальный перевод был, плодовство. Роберт Де Ниро играет, там, Хоффман. Пропали технологии. Посмотрите, потом новости смотреть не сможете. Нормально. Вот, говорит, мы сейчас вот как раз там думаем о войне. Ведь нет никакой войны. Вот как раз над этим мы сейчас и работаем.